до чего люди иногда отучили размышлять ну к примеру мне прислали такое письмо что вопрос откройте просто отсылочку там пирамиды в китае это перемен находится близкого сиянь а тут у меня вопрос как может быть если город сиянь находится гораздо южнее китайской стены и так далее ну понимаете хочется спросить человека ну хотя бы поразмышлял немножко пирамиды в китае стали наши предки 10-15 тысяч лет назад последняя война когда было с китайцами 7516 лет назад китайская стена была посторонняя позже этой войны значит эти пирамиды были построены гораздо раньше чем была создана китайская стена значит ответ вопрос вопрос уже отвечу но почему люди не привыкли даже самостоятельно хотя бы поразмыслить то что меня удивляет ну пожалуйста начинайте сами мысли тут в школах университет отучали людей мыслить самостоятельно доставили повторять то что требуется программе вот здесь то что сказал это достаточно просто был самостоятельно подумать немножко но человек даже не возникла мысль подумать а вот противоречие каким образом такое возникло никаких противоречий нет достаточно только чуть 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 подумать поэтому вот и это в принципе пример того что как социальные паразиты добились вот системы образования которые постановлены так что ребенок ну каждый себя помню детстве правильно всегда было тысячи вопросов по всему и вся так и чаще всего затыкали и родители потому школах род что не вовремя ты не пара ты не знаешь нет ни твоего модела и т.д. и т.п. и в результате вот это вот желание саму мыслить а смысл что-то постепенно убивается и большинство людей к сожалению так и не возвращается когда получает образование поэтому мой совет не спешите сказать делать выводы хотя бы начинайте размышлять немножко потому что китайская стена действительно существует и она построена нашими предками но построена гораздо позже и даже тот факт то вы прекрасно знаете что китайцы очень амбициозны они считают европейцев варварами курсе об этом да так вот спросите скажите если бы они были такие амбициозны считаю что европейцы варвары на их территории есть пирамиды которые возраст здесь 15 тысяч лет пирамиды египта 5000 лет то есть почти два-три раза старше пирамид египта а пирамидах египта знает весь мир правильно почему вопрос никто долгое время не знал о китайских пирамидах первое сообщение китайских пирамидов появилась в 47 году когда американский разведенный самолет пролетая на территории сфотографировали пирамиды то есть до 1947 году года никто в мире кроме китайцев китайцы прекрасно знали не знал то что существует на территории китая пирамиды то есть никого не пускали к ним и не сообщали вопрос почему они это делали имея такие пирамиды они могли кричать а вот у нас пирамиды 15 тысяч лет мы самые древние самые крутые и так далее уже этот факт подтверждает то что они молчали при первом только по одной причине им не выгодно было говорить потому что они эти пирамиды не строили никого к ним отношения не имеют также как у меня есть книга когда были найдены европейцы именно на территории северного китая ну в принципе в основном это за китайской стеной практически все в пустыне и европейцы естественно которым 45 тысяч лет возраст мумии то есть там не было леса чтобы жечь но в пустыне дерево на эти сложно понимаете поэтому умерших просто хранили в песке и из-за того что очень сухой климат их тела высушили и даже ткани одежды все сохранилось очень хромко получили естественно мумификации и этим умершим по 4-5 тысяч лет назад так вот самое забавное что у меня есть книга на английском где там и потом видел программу еще штатах она была какой умный вывод делают крыльца ученые вот 4-5 тысяч лет назад европейцы пришли и протянули руки дружбу китайцам то есть из европы пришли китай неплохо но черт возьми ну хотя бы я понимаю что они изучали только китай кроме китая ничего не звучит ну хотя бы общую даже то варианте который существует историю бы изучали чтобы 5000 лет назад европа была пуста в принципе она была не заселена и как раз только это порядка 2-3 тысяч лет назад начали двигаться из европы в европу из азии красота точнее азия асии ведь забавно что если кто-то видел написание слова азия по-английски там не буква z стоит а буква с асия даже в этом отношении извращение это не азия а асия то есть земля асов то есть белых людей и то что 5000 лет назад были сохранились мумии на территории северной китая то что 5000 лет назад эти территории были заселены именно белыми людьми а не китайцы китайцы пришли позже но это вопрос уже другой но в любом случае что меня всегда удивляет как вот как людям надели шоры на глаза и на сознание точнее и как люди продолжают с этими шорами двигаться вперед нужно снимать эти шоры начинается мыслить самостоятельно начинать думать не только проглатывать информацию подсовывается потому что подсовывается информация такую идиотскую ну примеру недавно сколько знаю декабре было сообщение что обсуждали опять летние события наши супер эксперты по климату и посолочной активности заявили такое что летняя жара в россии европейской части объясняется активностью солнца повышенной неплохо да и все скушали потому что как же так ученый степень имеет говорит такую вещь значит он знает что он говорит но черт возьми но это не какая-то формула сверх сложной физматической математики где простому человеку сложно разобраться каждый из нас простой школьной программе изучал и знает что существует семилетний одиннадцатилетний цикл активности я точно не спрашиваю проходится прошлый год на год солнечной активности даже не важно даже если это солнечная активность то возникает вопрос как это так солнечная активность взяла друг собрала всю свою агрессию и направила никуда-нибудь а именно центральную россию да вот европейская часть россии ни где в других местах никакой солнечной активности не проявилась никого должно быть пустынях вообще должно быть крышка быть всем то что солнце светит одинаково всем странам всем континентам а тут получается взяло и стала светить избрана собрав всю свою кольца кто-то взял лупу поставлена над россией и поставил и это взяла как собралась действительно лупа такая была своеобразная такая озонная дыра которая была создана искусственно потому что в этот момент над россией было озонная дыра то есть уровень озона был на 42 процента ниже нормы 42 процента почти половина озона условий и это опять не мои данные 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 приборные которые нельзя оболтать вокруг а потому что факты есть факт но вот эту информацию как рассказал в принципе думаю знает практически каждый человек насчет того что солнечная активность светит солнце светит всем странам не так ли и то же время в это время так сказать бразилии и так далее был снегопады похолодание так далее очень странно солнечная активность в россии выжигает все а там холод собачий самое странное никто даже и слушали и так далее не возмутился такой лапшой извините который вешать всем нам с вами на уши а почему у всех как за изогранизирован коробочка вот если что-то говорится по ней то обязательно только правда а там более еще вывеска доктор наук и там академии и все все просто значит можно говорить любую хинею и как все как по гипнозам находятся от того что говорится а на самом деле вопрос вот то что я сказал не нужно иметь экономические знания и звание для того чтобы понять разобраться в той ситуации как я сказал но почему люди не делать это почему люди не смотрят сколько нам могут вешать лапшу на уши если ученые это делают то они извините некие не ученые а проститутки какая разница проститутка женщина продает свое тело на улице за деньги или человек продает выдает мнение которое требует за те же самые деньги какая разница проститутца ума хуже чем проститута тело с моей точки зрения тоже проститутся тело эта проститутка торгует своим телом а таким образом проститутся ума это оболваниваются миллионы людей так что гораздо хуже именно сметочки именно такая проституция и тому подобное